Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу. У нас на связи здесь есть Natus Morphe. Morphe предоставил нам чара, который сейчас на корейских серваках. Мы собрались здесь для того, чтобы рассказать вам, моим дорогим зрителям, о патче, который связан с городом Орен. Огромнейший патч, который по стандарту называется вторыми хрониками и устанавливается на все серваки после запуска этой игры. То есть изначально мы играемся в первой хронике, там 2-2,5-3 месяца. После этого ставится патч с Ореном и о нем мы сегодня вам и расскажем. При рассказе стоит учитывать то, что какие-то нюансы могут быть отличимы. То есть вполне возможно то, о чем мы сегодня вам расскажем, либо не введут, либо сразу не введут с этим патчем, либо же будут отложены на чуть более поздние патчи. Уже сейчас видно разницу, к примеру, корейской версии игры относительно японской версии игры. То, что в корейской версии браслеты были введены почти что сразу, а на японской версии игры они не введены до сих пор. Надеемся, что в Орене мы с вами их и увидим. 70-й левел лучник. Красивейшая такая пушка, это коряга. Такая красная карта у нас уже доступна сейчас на наших с вами серваках. Считается одна из самых топовых лучниц по причине того, что это лучница с сабой на БДшку. То есть, если коротко, то на БДшке вы даете денсы и, соответственно, после этого на лучницу уже расщепляете. Привет-привет, Натус. Привет, Бот. Привет. Спасибо еще раз, Морфий, что дал нам этого персонажа. Погнали. Заходим в игру и будем постепенно сейчас все показывать. Я думаю, что начнем с карты непосредственно. Так, мы здесь в Сайлент Валли, я думаю, что нам стоит сразу же улететь куда-нибудь даже в Глудио, чтобы персонажи у нас не атаковали. И начнем с карты. Какие локации Боти введут? В первую очередь ведут Орен и связано рядом все с Ореном. Это Хантер Виллэдж и локации там, где снегопад идет от Хантер Виллэджа. Ивари Тавер обязательно ведут. Это у нас новое подземелье, будет башня такая. Потом выше, все, что связано с Орфейном. Спора Вастерланд, спора Ист, спора, разные споры. И, естественно, орки, как мы привыкли видеть под Ореном в обычной версии Lineage 2. Это Тимак Орк, Алтарь Парева, Тимак Орк Отпуск, Лето Лизардман. В принципе, с орками связаны локации. Также с ними подъедут новые боссы. Например, тем же самым под Ореном появится первый босс. Это у нас будет Селу. Это в какой конкретной локации? Под Ореном, например, Алтар Офаагрио и Тимак Орк. Он появляется в этих двух локациях. И между собой он ходит. Он там, в принципе, есть. А, то есть он еще и в одной из локаций Респицы туда-сюда ходит? Ну, он Респица или в той локации, но они связаны между собой. В принципе, эти локации. Он очень сильно напоминает нам дерево. И с него похожий троп как с деревом. Он такой большой. Большой орк, шаман. И он, в принципе, магией прокастовывает. Естественно, в этих локациях есть резисты. На боссы они не действуют, естественно. А для всех остальных мобов идут очень хорошие резисты. Можно резиститься. Вижу, здесь уже красные книжки неплохие. Даже, получается, в самых стартовых локациях уже с боссов красный шмот падает. Да, но не со всех. Обратите внимание чуть-чуть выше. Вот Летари и Лизардман. Сентинал. 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 Там появляется Талакин босс. Вот с него идет синий лут. Похоже, как с андроидом убивали. Также Шакат и, в принципе... Ну и чисто на лучника все. Да, это все на лучника. Немаловажно. Эта локация сама по себе очень неплохая. В ней можно зарезиститься, как мы привыкли в Антара Слэйер резиститься. А Дака в нее очень можно хорошо зарезиститься. В каком смысле? Вселенная стихия. Да, одна, та же самая стихия, но самый кайф появляется новая рубашка. Зеленая рубашка, которая выбивается и дает ватер резист. Это еще одна добавляется шмотка, которая идет с резистом. В общем, магазин. Она здесь, я не могу ее найти, что-то... Она здесь не выбивается, здесь ее можно одевать, вот. Ну, то есть и здесь дополнительно можно будет с этой рубахой хорошо зарезиститься. Но здесь нужно учитывать то, что фаер-мобы, то есть вы будете наносить урон огнем, а резиститься это первая локация, в которой вам придется резиститься от воды. Да, очень хорошая локация. То есть в теории вы можете подготовиться, там, закупиться кольцами с резистом от воды, пока они дешевые, и сработает это вам в плюс. Потому что я так понимаю, что изначально, как мы только откроется этот патч, будем качаться именно вот в этих вот пяти локах. Да, больше всего пойдем сюда в эти локации. Примерно нужно от 120 до 150 до 140 точности здесь, чтобы неплохо себя чувствовать, постоянно попадать. Плюс тут добавляется еще новый сет. Вот, например, Тимак Орг, да, вот эту локацию добавляется. Сет Тундер Лезер Ботс, там, Тандер, Тандер появляется весь такой шмот. Он идет больше на даггерщика, на лучника. Вот он, в принципе, появляется, лайт сет еще один добавляет. Ну, то есть фактически, получается, мы еще увидим и новый синий шмот. То есть здесь я вижу, что Тандер целый сет будет. И здесь вот, получается, у нас на лучника, шарп-шутер. Рейнджи Так Юроси, вот это вот все. Интересно, то есть именно под определенный тип атаки. Окей. Еще дополнительно появляются вот разные новые зеленые шмотки. И на почти, чуть ли не на каждую зеленую шмотку, там идут дополнительно новые коллекции. Интересно. Есть которые на деф, есть на атаку, есть та же самая точность. Но опять добавляется очень много коллекций. Ну и, соответственно, эти коллекции будут использовать как новые, так и старые предметы. И ребятам придется снова выбивать те предметы, которые они уже вроде как добавили в коллекцию. И все это время там, например, налево-направо распродают. Одна из еще очень важных вещей, когда появляется Hunter Village. Вот ты проходишь дальше Hunter Village, вот так уходишь вороны и проходишь до Hunter Village. Ну, с телепортировать. Ну, Hunter Village, кстати, полупустой городок. Я, когда играл на Корее, ничего в нем интересного не нашел. Он мне напомнил вот эту локацию Hardin's Academy, чисто такой, перевалочный пол. Да, с него есть развилочка на две части. Есть более на зимнюю. И там уже идет сама суть, там падают снежинки. Сейчас расскажу. Вот эта зимняя часть, верхняя, то есть, да? И верхняя, и нижняя. Видишь, они идут обе снежные. Только в них падают снежинки. Больше никто не падает в этих двух локациях. Что за снежинки? Добавляется новый вид определенных ЛСов. То есть, ЛСы можно не только вставлять лайфстоны, вставлять... Вот эти фроузен-кристаллоиды, да? Да, 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 да. Да, совершенно верно. Добавляются ЛСы. Вот они, на бижутерию, Spirit Stone. Их можно вставлять в бижутерию. Можно вставлять в никлю, в сережки, в кольца. Например, когда мы вставляем эти ЛСы в никлю, мы можем также ловить damage reduction, если в синюю. Мы также можем ловить defense. Если, да, вставляем... Вот открой, допустим, никуда. Давай посмотрим. Вот ЛСы, видишь, defense. Вот сюда можно вставить ЛС, defense. Если же ты достаешь и вставляешь в кольца или в браслеты, то в них ты ловишь уже стихию, если синие кольца. Можно словить или точность accuracy, плюс один, плюс два. Или же можно ловить именно под определенную локацию урон. У всех мобов есть слабости. В дальнейшем это все больше и больше начинает видно, отображаться так, что у каждой локации есть слабости. У меня слабости к определенной стихии. И ты под нее затачиваясь, а не на один месяц затачиваясь, именно ловишь максимум в судьбе урона для этой локации и становишься туда. И в пояса вижу тоже ЛС можно будет ловить. В пояса, в некли и в сережки идет ЛС, похожие больше как и шли в одежду. А вот именно в кольца уже идут такие... Как в пушку. Да, да, да. Точность и урон стихии. Блин, ну это очень круто. То есть вот эти даже и волокасы можно будет, и антарасы вставлять крутые ЛСы. Причем по крафту, я смотрю, они не так уж и дорого стоят. Ну, снежинки, это изначально экономика будет приходить в порядок, но изначально, конечно же, они в цене будут очень дорого стоить, потому что тут на крафт нужны и маленькие ЛСы, стандартные, то, что мы привыкли, чтобы перекрафтить. Вот, заходи. И еще нужны ресурсы, нужны еще снежинки. Поэтому оно все в сумме будет кусаться копеечку. А отсловить шансы, ну как бы, можно много их ловить. Тут уже все рандом. ЛСы вырастут в цене очень сильно, я так понимаю, все. Да. Окей, но эти снежинки, то есть они будут биться чисто вот в этих двух локациях, и здесь, и здесь. Что по этим локам скажешь, там, по урону, по какому-то моменту связанному, там, сколько меткости надо, вот это вот все. И в какую локацию сначала люди пойдут? Сначала, конечно же, в Hunter's Wallet, ты спускаешься с Hunter Village, сразу же, ты первый, ты попадаешь в Hunter's Wallet. Здесь идет резисты, нужно одевать винт, зеленые колечки. И, естественно, надо два кольца будет винда брать, и, в принципе, здесь стоять. Здесь есть еще красные шмотки часто падают, часто синие шмотки падают. В принципе, локация сама по себе неплохая. Дополнительно тут еще будут появляться заричи везде. То есть будут появляться в Hunter's Wallet, будут появляться в Орени, дополнительно много заричей. Тут классно стоять магом, он в данный момент где-то телепортировался, тут классно стоять магом, потому что тут очень большое скопленность мобов. Если же пройти чуть-чуть ниже, например, тот же самый Black Forest, там уже поменьше мобов будет, там уже поменьше мобов будет. Больше подмельничников, да, такая локация? Да. Вот, и так же ж везде падает. Блин, ну, очень атмосферненько. Вот Black Forest мне прям что-то очень нравится, он прям очень атмосферный. Да, горы, горы. Если добавить еще звука из какого-нибудь хоррора, выглядит это, блин, очень круто. Я-то ведь особо не успел побегать по этим локациям вот так, чтобы персонажам, которые там не умирают и так далее, вот эти вот каменные скалы выглядят, блин, очень круто. Здесь же будет часто приходить выбивать новый зеленый сигиль. Здесь же падает Black Forest. Аспис. Аспис, да. Он тоже идет в хорошую очень коллекцию, на точности, в принципе, будет пользоваться спросом. И если мы имеем аристократ, аналог сейчас, и большинство стараются сделать зеленые сигили себе аристократ, у него идет два урона, один точности. Это аналог, только тут две точности, один урона. По сути, это же самое, да. Да, да, только оно изменено немножко, на точности. Ну, для этой локации 100-130 плюс точности должно, в принципе, хватать. Так, а Бриган, Стронгхольд, это у нас что? Бриган, Стронгхольд, это еще выше локация, там идет у нас босс новый Бальбо. Здесь такие больше, как капитаны идут, как даже сказать, офицеры, капитаны, лучники. То есть, более как, у нас похожая локация очень сильно. Идет Rebel территории, там где Талакин появляется. Здесь вот чем-то такое подобие есть. Такие работяги, деревенька прямо. Да, деть деревня. Окей. Так же снежинки бьются, так же зеленку здесь неплохо выбивать. И новые, новые шмотки добавляются. Тут могу обратить внимание, появится новый дополнительно зеленый низ. Неплохой, интересный. Сейчас скажу, как он называется. Скейл Гейтерс. Со скилл резистент, да? Есть там на урон, он, чтобы быть точным. Так, он называется Блэст, Бласт, Бласт Гейтер. Сейчас найдем. Он, в принципе, область тоже. Да, он добавляет не только дефон, а еще добавляет весь урон. Да, на своем, как бы, уровне, кто слабенький, там, допустим, пришел и потихоньку начинает выбивать себе, там, тоже зеленку закрывать. Его, как альтернативу, можно, в принципе, брать, использоваться с удовольствием. Окей, дальше вот эти локации у нас тут, получается, Enchant of Valley. Это, как мы привыкли в обычной линейке, Hunter Village, Valley. Как мы там телепортировались? Ну, и там север, юг, восток, вот это вот все. Зачарованное же зеленое, антилопы там и тому подобное, мобы. Также снежинки, но тут уже локация повыше. Тут, допустим, по уровню уже идет под 70 уровень, 65, 68, 70. Мобы идут гораздо выше. Здесь также падают снежинки. Здесь есть еще босс, появляется бабочка. Называемая бабочка, с нее уже идет, как раз-таки лут добавляется к карнажболу, вот с которым ты бегаешь. Потому что на данный момент у нас на сервере он отображается, то, что он есть. Но его выбить нигде нельзя. Да, и скрафтить его нельзя. А здесь уже появляются боссы, с которых, естественно, их можно выбивать. Также тут разные стихии, мы подбираем стихию. То есть, если мы туда одевали винт, правильно... Здесь у нас. Да, да, да. А здесь получается два босса, или это просто-таки мобы жесткие? Она так же, что бабочка появляется в двух разных местах. Как и сел, мы видели, предыдущего нижнего уровня босса. Он может появиться, допустим, Тиминаль Нест, и он может появиться, Энчант Валей. И ты, так вот, по кругу и бежишь, и чекаешься, смотришь, где она появилась. Еще здесь немаловажный момент. Большинство людей, которые играют на Японии, их эта новость порадует. Здесь падает флешка. В этой локации падает флешка, да. Добавляет одна из самых мастхевных книжек, да, у нас в игре сейчас. Да, тяжело ее достать, поэтому... Как бы, ну, тоже про проходные локации, ты качаешься, выбиваешь в свое время снежинки. Здесь вплоть до 70-го до 65-го уровня свободно можно стоять. Ну, все зависит, как всегда, от пусто. Если же у тебя персонаж, ну, ты очень много-много-много в него влаживаешь сил, то ты сразу можешь пойти в высокую локацию, если у тебя много этого уровня. А если ты все постепенно делаешь, то, в принципе, до 65-го до 68-го уровня тут свободно можно стоять. В принципе, он до сих пор ты летаешь, лишь люди тут стоят. Что-то меня немножко поколачивать начинает, все нормально. Ну, то есть, люди-то качаются активно достаточно здесь. Да, здесь неплохо, опыта по 30 тысяч идет, как бы, XP, это очень приятно. И дальше-то там, телепортируйся еще больше, там по 35 тысяч будет опыт отдаваться. Ну, локации до 65-го уровня замечательно. Окей, дальше у нас получается... Сивари Тауэр Крафтер? Нет, 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 Ивари Тауэр Крафтер. Крафтер. Крафтер, кратер, кратер. Она под башней, как раз таки. А, ну, по классике, книжки били, да? Да, 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 совершенно верно. Мы спускались вниз, там летали хархули, били, вот. Здесь идут у нас мобы, все идут с уроном, слабостью на лайт, бьют они дарком. Также можно воспользоваться сигилем, поле, который дает дарк резис, штаны, дарк, колечко, дарк и максимум запустится. Ну, чтоб кто-то здесь прям стоял, не особо, не особо. Тут много людей стоит, мобов не очень много. В принципе, они травят очень сильно ядами тут пауки. Неудобно. Да, не особо удобно здесь стоит, тут мало кто стоит в основном. Чисто приходят для коллекции, здесь падают дарк-браслеты, и дарк-браслеты, и эти будут идти в коллекцию на силу критического урона. Ну, вот я сейчас один жил, как раз. Вот, да, 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 да. Они идут на силу критического урона, приходят, выбивают, и, в принципе, особо тут не стоят. И заходят в красивейшую башню и варитавы, под ней бегаешь. Ну, вот как раз вход, то есть по лестнике здесь поднимаются, и вот он вход. Да, да. Окей. Так, ну, дп и варитавы чуть попозже, давай из силу в спорс, вот эти вот локации, то есть море спор, к которому мы привыкли. Море спор, ну, тут все неоднозначно. Тут такие монстры, такие уровни начинаются, которые даже в Адене нету, в самых начальных локациях. Тут монстры гораздо выше, чем Падене, и они гораздо крепче. Здесь оба уже, там, 70-й, чуть ли в самое последнее, спору в Астерланд, там под 80-й уровень в монстры. Да, они бьют очень сильно их здесь мнуа, но тут и, соответственно, лут интересно. Допустим, если тот же самый Сиас под Вастерланд, посмотри, там, где сам Орфейн, там уже падает очень много краснухи. Ну, там, например, Маджестик Никля, Маджестик Кольца, очень интересный лут. А это дорогой и прям стоящий, и они даже, там, по сей день стоят очень хороших денег, они редко появляются. На рынке их скупать, потому что вещи действительно годны. Орфеяна добавят, вау. Да, добавят еще Орфеяна РБ. Естественно, там будет такой купол, будем заходить, она будет всех усыплять, вносить дополнительно урон. Серьезный, серьезный эпик босс. Он у нас на данный момент есть какой эпик босс? Клина? Клина, следующий у нас добавится Орфея. Маджестик Кольца, Маджестик Клик, нет ли, чем они хороши? Они добавляют для всех классов skill damage boost, это сила, умение. Вот, и естественно, тут очень много людей стоят и стараются выбить. Ну, сюда нужно 180-190 точности, чтобы нормально уже так стоять себе, ни в чем не отказывать, оставлять персонажи, допустим, на то же самое, на ночь, на кач. Дэфа уже под 170, под 180, монстры тут, конечно, крепкие. Сюда, говорю, даже когда ведут сюда, не все станут, сюда мало, единицы людей станут, даже Аден ведут, и большинство сюда людей не сможет стать, потому что тут локал уже прям хай-хай-хай. Хотя по Экспингу, вот интересная вещь, по Экспету дается по 40, там по 50 тысяч, гораздо слабее, гораздо слабее локации, где мобы гораздо легче падают в Бадене в начальных, и там будет даваться больше опыта. Сюда, если идут, то целенаправленно только за дропом. А вот Экспица, ну, как бы, Бадене Луи будет получше. Окей, Иволи Тауэр, что это у нас за место? Три этажа, я так понимаю. Да, похоже чем-то на Антнес, но только с более искусственным дропом, с чемпионами. Тут появляются Ундины, есть, на каждом этаже появляется самый, ну, с этим на первый этаж. Вот, допустим, Винд Трина, самый первый. Это у нас чемпион, он гораздо крепче, чем обычный, и мобы там стоит, и прямо на нем там чемпион написано. Они редко появляются в рандомных комнатах. С них более интересный лут, там тот же самый рецепт выбить, те же самые блески выбить. Ну, что-то промежуточное между нормальным рейдбоссом, да, получается. На мини, не знаю, на мини слабенькую пачку рассчитано. Да, да, даже на мини, ну, там на два их, на троих, вот втроем прилетаете, в принципе, и забираете этих. Ну, и, в принципе, так же стоишь, раскачиваясь. Ну, опять же, туда надо не забывать, надо стихия. Однозначно, надо стихии. Первый и второй этаж идут у нас стихийный. Третий этаж идёт без стихии. На третий этаж очень тяжело встать сразу. А Иври Тауэр, sorry, что перебил, у нас обновляться будет так же, как Крума, я так понимаю. Часы в неделю, а не в день. Да, раз в неделю они будут обновляться, даваться часики. Там же появляется очень важная вещь, которую люди постоянно задают, даже тебе, Илья, на стриме. А где взять синюю банку? Вот он и вопрос. Вот она синяя банка появляется. Вот она синяя банка, за которую ты можешь крафтить уже пассивные умения. Крафтить умения синие, ну, я вам скажу, ребят, такое себе занятие. А вот пассивные бафы, которые постоянно у тебя добавляют статы. Ну, вот эти вот инхеритерс, которые общие. Да, они есть очень жирно. Например, так же самое добавятся новые пассивные бафы. Например, тот же самый вампиризм для любой профс. За каждого убитого моба ты будешь получать. То есть, 10 кп. Наконец-то. Да, это тоже очень хороший. Дополнительно там будет точность. Не так, как мы привыкли видеть там по одной точности. Там будет плюс три точности добавляться, книжечка добавится. Но опять же, баночки эти начнут продаваться уже, появляться на аукционе. И, в принципе. Будут ходить, выбивать. Ради ходить, ради баночек, ради коллекции, ради... Даже я могу отметить, например, там падают плащики. Зеленые плащики, тело, рубашка. Это тело необычное. Зеленое выворит аутом, в том же самом первом этаже добавлю. Оно добавляет skill damage boost. Оно добавляет 5% skill damage boost. А вот ты просто без сета ты уже добавляешься 2 skill damage boost. И за ним будет, в принципе, погоня. И в коллекцию она тоже неплохо идет. Оно там будет, если на 5, на 6 его соточить, там будут добавлять дополнительные акуриси и статы дополнительные. Ну вот, слушай, если посмотреть еще по городу, к примеру, да, Орен как-то мне больше напоминает Орен. То есть я когда в Геране очутился, у меня не было ощущения, что это прям Геран-Геран. И здесь прям, ну, походит на Орен, на то, что мы привыкли видеть. Вот эти вот квадратные башенки там и так далее. Очень круто. Я не знаю, что случилось на данный момент с институтом. Дальше, чем дальше игра раскрывается, тем дальше она начинает, похоже, быть на обычную компьютерную линейку. Вот даже откроешь карту и ты увидишь аналогию, похожую, как мы видим в обычной линейке. Идет кладбище. С кладбища переход. А, ты имеешь в виду? Да, они начинают делать более подобие. Приблизь. Так же самое локации, Forest of Mirrors, там Angel Waterfall, Plains of Glory. Оно становится более и более похоже. Например, мы привыкли к той, правильно, той башни. Ну вот смотри, возле той, что у нас всегда было. Абг. Вот она совершенно верно. Вот она Абг. Абг был проход Blazinswamp. Его еще на данный момент не добавили, но вот праве, ты видишь? А вот это у нас Blazinswamp будет в будущем. Так же самое, если правее, файл дофмассакры. А выше файл дофмассакры. Как раз все идентично сформится файл дофмассакры. Ниже Сайнов в Шилин и переход с кладбища в Сайнов в Шилин. Оно все больше и больше становится похоже. Ну нет, на самом деле здесь тоже можно совпадения какие-то определенные увидеть. Но Медуза Гарден, там вот это вот как-то в Pillager, Campsite. Вот это все очень странно выглядит. Да, но не вписывался в общую картину. Не вписывался, да. А дальше реально, да, если посмотреть Адам Локи, которые там, это 3-4 Хроники, к примеру, да, реально есть такое. Так, давай Орен. Орен книжки на классы. Все вы знаете, что нужно покупать книжки за 5,27 миллионов. На классы здесь, в Орене, через месяц после ввода патча Орен, обычно вроде как вводятся красные новые книжки, которые будут стоить 54 миллиона Адены. Потому что поэтому успевайте покопить эту самую Адену, уже откладывайте себе куда-нибудь в ВХ, я не знаю, эти деньги. Потому что эти карты будут, точнее не карты, эти скиллы будут действительно полезны. Так, на дуэлиста. Шанс восстановить 1 МП за крит-хит и милия курси. Это очень круто. То есть это ты регениться будешь... БДшки будут регениться не только ХПшкой, но еще и МПшкой. Это прикольно. Да, и точность. И плюс доп-точность. Причем много доп-точности, типа 5 это очень много. Так, на лучника у нас... Unleash the full potential. Раскрывает потенциал лука, добавляет МП рековер пенальти, то есть понижение штрафа восстановления МП, когда перевес, я так понимаю, да? Да, да, совершенно верно. Фиксированная МП рекавери плюс 3 и доп-меткость прохождения дебафов плюс 10%. Так, на танке у нас Double Chance повышается на 10% и All Damage плюс 5. То есть, ну, это все прям такие пассивочки, достаточно хорошие, я так понимаю. Дестры не скоро будет. Это Дестры нам еще не скоро. Дестры, понятно. Пику неизвестно тоже введут сразу. О них мы чуть позже сейчас поговорим. Weapon Damage Boost плюс 10% и Block Penetration плюс 5%. Интересно. На ножиков дадут книжку на доп-агилити плюс 5 и Double Chance плюс 5%. Это очень мощно. Лодз будет доволен. Лодз будет доволен, да. Так, на магов повышение ренжи. Да, совершенно верно. Это, кстати, полезно, потому что, когда ты парики собираешь, это полезная штука. Именно ручками, когда играешь. CC accuracy, доп, контроль, шанс. И Magic accuracy плюс 5. Но на магов очень жирная книга. На арбу у нас с вами ВИС плюс 5. CC resistance плюс 10%. Но видно, что они этими книгами, видимо, на старте Орена хотели сбалансировать статы классов. Подбить их под какую-то общую картинку. То есть у некоторых классов, видите, прям насыпает... У некоторых больше меткости. У некоторых прям статов накидывает. Очень много. И это круто. Так, окей. Давай перейдем сейчас к классу, наверное, да? К новому классу, который должен будет появиться... Точнее, даже не класс, а архетип. Должен будет появиться с Ореном. Это пики. Они же варлорды, вэлы. Ребята, которые ходят с пиками. Чем они хороши, чем плохие? Рассказывай. Хороши тем, что, во-первых, это массовый персонаж, который из милишников начинает массовое имя бить, раскачиваться. Это прям замечательно. То, что ты можешь всегда, играя на том же самых гладиаторе, дайверщики на любом классе, имея милишнее оружие, переодеться в того же самого ВЛА пикищика, так называемого, и стоять уже на массу, естественно, фармиться, раскачиваться. Они неплохие. Они неплохие в том, что они, естественно, бьют радиусом. Несколько им целям. У них неплохой, очень плохо идет. От блока им идет восстановление здоровья. И у них шикарный хп-рековеритик. Ну, персонаж просто созданный, просто раскачиваться, неплохо топить, раскачивать. Ну и карты у них достаточно крутые. Ну, это новенькое что-то. Это что-то новенькое. Я такого не делаю. Я сам такого не видел. Это новая-новая. Прямо подвезли, да. Вот стандарт. Такая пикищица будет. Уорк у нас. Мощно и эпично. Торзив. Аллегра. Аллегрова, получается. Окей. Инферно Кипер. Она, это Инферно Кипер. Это мультикласс. Да, мультикласс. Он появится с Аденом. Он появится нескоро, этот мультикласс. Окей. Ну, еще вот такая карточка тоже интересная. Ну, и Гном Коварлорд, как бы, я считаю, что это имба. Тем более, с ником Тити, как бы, судьбоносная, я думаю, карточка будет. Она может их. Она очень хорошо, то, что ты можешь и с ножом бегать, и ты же самым ВЛом. В этом надо смотреть, всегда смотреть, обращать внимание, какое у тебя второе оружие, с каким ты можешь бегать. Потому что, естественно, если ты МАХ и тот же самый ВЛ, пикейщик, ну, такое себе перекидывать постоянно НТИ, шмотки тебе надо думать. А когда ты тот же самый Гладиатор, тот же самый Дайгерщик, замечательно, у тебя все подходит практически. Нужно только оружие, да и все. И, соответственно, с введением нового класса, это новые коллекции, это допстаты, и вот это вот все. Это еще больше позволит запустить вам персонажей. Видите, что закрываться коллекции будут больше милишные, разумеется. Хотя есть. Да, есть общая точность, общие критикалки, дэмидж редакшн, они разбросаны очень много. И на самом деле тут скрыто в этих карточках очень много статистики и характеристик именно в коллекциях. Очень много скрытых. Ну, прям размазано. Да, я прям скажу так, что и у большинства до сих пор нету закрытых не всех красных карточек. Так и легко. Ну и, соответственно, будут точно так же за речи падать на уровень территорию. То есть, они будут спавниться и в Орне, и в Геране, и в Дионе, и так далее. То есть, ну здесь, я так понимаю, здесь еще более жирные за речи будут. Да, там, конечно, по опыту будет даваться очень много. По полтора, по два миллиона. Прям жирно. Жирно, с потиком. То есть, касательно виталки, все будет достаточно сложно, да? Сейчас объясню, какие моменты интересные начнут появляться. С дальнейшим Орном будет падать самих свитков гораздо больше. Квестовых свитков. Самых обычных генады. Я понимаю. Я просто хотел показать людям, как будет в воды не выглядеть башня той, которую можно будет через полмира увидеть. О, это какой замок? Это... Оп. А тут водопад внезапно. Это было далеко совсем в Battleground. Это вот этот вот был, судя по всему, да, замок? Да-да-да. Чуть-чуть не прогрузилась. Ну ладно. Это красивейший Аден у нас будет. Но это уже так. Рассказываю пока то, что рассказывала. Я так, знаешь, побегаю людям, покажу еще и Аден локации немножко. Вот, будут свиточки. С этими свиточками, для людей, которые не готовы очень много влажать вот именно виталку, будут возможность перекрафчивать их в синий и в красные свитки. Синих из красных свитков ты, естественно, будешь получать гораздо больше виталити. Например, если мы привыкли видеть в Геране. Допустим, в Геране у нас сейчас на данный момент доступен красный, ты получаешь четыре с половиной тысячи виталки, то тут ты уже будешь получать по пять, по шесть тысяч виталки. И этих свиточков ты будешь гораздо больше убивать в арене локациях. Чем больше ты погружаешься, тем больше ты свитках. Ну то есть, кроме того, что у нас больше мы будем получать опыта, мы и виталку будем оформить больше гораздо количества. Ну да, в среднем на день. Допустим, если так вот взять тот же самый под Хантер Виллажен, там если стоять, раскачиваться в день, там аж бегом у тебя хоть 10-12 тысяч виталки за день. Естественно, как-то надо перекрывать. Набивание вот. И начинаем эти свиточки перекрафчивать, перекрафчивать в синий, перекрафчивать в красный и делать виталки. Таким образом удерживаться на виталите. Ну так-то это достаточно плотненький контент. Это, считай, 4 крупнейших локации. То есть даже не то, что 4 крупнейших локации, это 4 локации по несколько лок, но то есть контента хватит здесь очень надолго. А в Корее какое количество времени плюс-минус было, противостояло обновление Орн до того, как ввели Аден? Я не следил, чисто не скажу. Он даже не обращал внимания за этим. Ну вроде как дольше, гораздо чем первые именно Хроники. Да, да. Но там постоянно что-то добавляют, постоянно... Поймите, тут контент не сразу бах, весь, все заехало. Нет, они постепенно, постепенно, постепенно накатывают, накатывают, накатывают. Постоянно, каждую неделю, ну вы представьте, вот в неделе у нас есть 4 недели, каждую неделю им что-то нужно новое добавлять. И они постепенно добавляют, добавляют. Большинство контента мы можем даже не увидеть. Например, всеми же самыми браслетами. Мне дошла информация, что на Антаресе до сих пор нет. Уже с Аденом до сих пор нету браслетов. Поэтому мы можем их прекрасно не увидеть, этих браслетов. Очень долгое время. Вот об этих браслетах, ребят, сейчас речь идет, если что. Они подобие того же самого Антареса, Валакаса, они добавляют дополнительные статы. И когда ты их затачиваешь на плюс 7, на плюс 8, ты можешь словить не 2 стата, как ты привык ловить шмотку 7, а 3 стата. Например, тот же самый Декс, ты можешь словить. Или дополнительные статы Декс, Кона, Иин. Так же самое, как красные шмотки. Ты ловишь не 2 стата, а уже 3 стата. Ну да, вот сейчас пример покажу. Так, Ева Мелоди, не смотрите. Это сейчас тут уже в Аден территориях появились новые фишки. Сашки, грубо говоря, со срабатываемым эффектом. Но вот видите, сразу 3 эффекта LASIC тоже стоит. Красиво. Например, одежда вот Majestic Set. Так же сетами сеты начинают больше появляться. Сета выше одежд появляется. Появляется очень много краснухи, появляется очень много синьки. Если появляются зеленки, прям очень-очень тонны, очень много наваливать начинают. Давай, я покажу аукцион. Здесь, конечно, все вперемешку и с Аден предметами. Но просто посмотрите разнообразие. Солтбол. Солтбол мы получим. Плазмабол это только в Аден. Мазер 3 бранч мы получим. Нет, это с Аден. А нет, спирит став, спирит став получим. Ну, то есть, видите, какое разнообразие красного шмота добавляется. И не спешите. Видите, какие здесь хорошие, уже более-менее вменяемые цены на красный шмот. Так что успеете одеться в красные шмотки. Не переживайте на этот счет. И видите, что да, если прям посмотреть по рынку. То есть, ну, здесь огромнейшее количество новых предметов. А это, опять же, все коллекции, коллекции, еще раз коллекции. А коллекции это статы. И ваши персонажи будут расти, 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 постепенно усиляться. Поэтому не хватайтесь за голову, когда вы слышите в этом видео, к примеру, фразу, что нужно 140 меткости. Там 150 меткости, 180 и так далее. Соответственно, чем больше будет вводиться всех вот этих вот шмоток, да, тем все интереснее и интереснее. И больше тех же самых коллекций будет. Это вообще очень круто. Те же самые Gators of Ice будут падать, к примеру. Это Crit Hit Resist. То есть, ну, блин, да. То, что ты и говорил, кстати, у меня по поводу Crit Hit Resist. Да, его больше и больше и больше становится. Начинают резиститься некоторые от Crit Hit А. Например, те же самые плащи. Вот, например, часто сейчас у нас в плащи очень маленький выбор. Большинство бегают все с белым плащиком. Правильно и точно так. Но добавится два новых синих плаща. Вот. Именно с Ареном сейчас. Вот. В одном плаще будет идти дополнительно скилл резист при заточке. Вот он. Карнинг. Карнинг. Да, тут скилл резист, видишь, при заточке добавляться будет. А чем... А еще хороший вот этот чуть ниже... Хер... Я не выговорю это с первым разным словом. Кермунгус, да. Он на плюс урон. Ну, на плюс урон. И он точится стопроцентово на 6. О, я тоже точно. Да, и у него еще заточка. Конечно, что он будет давать очень-таки неплохо деф. И ты уже начинаешь задумываться по поводу смены того же самого плаща. И так не только с плащом, и с одеждой будет. И даже иногда можно миксовать зелено. А вот чуть-чуть выше поднимись у нас в плащах. Зеленый плащик. Вот, Lyle Tide. Вот смотри, он добавляет ватного тайпа. А еще одна шмотка, которая сырая нам интересно подъедут. И на нее стоит обратить внимание, потому что для большинства локаций она тоже подойдет. И добавлю себе резистов. Это не маловажно. Резистат водички, это круто. Окей, много, да, тут перемешку. Что еще можем рассказать? Все, наверное, по сути. Ну, примерно, да, агатионы новых подвезут синих. Вот это еще интересное, очень много синих для коллекции. У нас сейчас очень мало агатионов синих. Вот, и к нам еще подъезжают много синих агатионов. Показывай, которые помнишь. Постепенно и с Новым Годом тут все постепенно. Что я помню, Орк подъедет. Однозначно Орк подъедет. Да, достаточно. Подъедет вот эта свинка летающая с крыльями, которая на силу крита идет. Однозначно она подъедет. Да, подъедет пегас. Чуть ниже спускайся. Галем подъедет. Вот это на Новый Год должно подъехать. Да, это новогодние. Ну, возможно, или там завезут. Бывает, завозят обновую. Ну, надо что-то выкатывать. Ну, понятно. Вот. Чуть ниже спускайся. А вполне возможно, что этих магатионов мы и раньше увидим, если Орн чуть позже ведут, к примеру. Да, то вполне возможно, что мы чуть раньше увидим этих самых агатионов. Потому что карты, к примеру, некоторые красные введены у нас уже сейчас. Которые были на Корее введены только в Орне там и так далее. То есть, учитывая эти моменты, что многие нюансы, которые здесь мы показываем, могут частично измениться. Но не касаемо там локаций, типов мобов, меткости и вот этого вот всего. Контент тут предназначен, но он постепенно. Делаешь ты эти... Нет, и... Ты залагал? Раз-два. Раз-два. Ты видишь эту картинку и думаешь, ой, 120, там 200 точности, 300. Нет, никто сразу ты к этому не приходишь. У тебя все это двигается постепенно. Ты постепенно приходишь к той или иной локации. Постепенно докачиваешь уровни, постепенно добавляешь коллекции. Постепенно развивается. Тут никто сразу выше головы не прыгает. Но это все делается постепенно и... Мы забыли. Добавят души еще. Но это в конце аж ворона. Это прям очень аж в конце добавлялось. Оно не сразу... Но тем не менее, нужно будет собирать, убивать определенные типы мобов, получать души, закрывать левел. За это вы получаете поинты, которые кидаете в прогрессию. Там вот это вот все. Да, например, та же самая экспертиза уже у нас накатили экспертизу. Хотя она появилась с той же стопом Адена. И на нее нужно нереальное количество Аден. И постоянно за Адену сейчас вы думаете, вот зачем, куда это одевать Адена. Да ее сливать можно будет. В дальнейшем книжки по 500 миллионов. Нужно будет. Те же самые ЛС и на бижу надо будет крафтить. Туда же нужно Адену и вставлять. Допустим, если мы привыкли платить 20 тысяч за вставку в ЛС одного в одежду, то в бижутерию ты будешь платить 50 тысяч Аден и еще больше. Адену выводится будет диком. Да. Еще дополнительно, вот правильно ты показываешь, появятся в сосках разные разделы. Те же самые Валоры, Дефенсы, ПВЕ, ПВП, экономия Виталки. Вот это экономия Виталки. Да, просто все постепенно. Не переживайте, сразу вам не навалят. Вы схватите за голову и не знаете будете, что раньше делать. Оно все будет постепенно до вас добавляться и все потихоньку будут позеваться. И видите, да, осадки с Аденом ведут, к примеру, осады замков. Тоже очень круто. Но об этом мы поговорим в других видеороликах. Все, ребят, будем заканчивать. И так немножко подзатянули. 40 минут. Спасибо огромное еще раз, Бодь. Подписываемся на канал Натуса, также ссылку оставлю в описании. И тоже стримить, тоже делать видосики. Очень круто рассказывает, гораздо больше скилла. Информация у него есть в голове, поэтому все вопросы можете отправлять к нему. Если хотите с нами играть на Японии в одном клане и у вас хорошие заряженные персонажи, также пишите Натусу в личку. Морфу также отдельное спасибо за то, что предоставил нам крутой и забущенный аккаунт, крутого забущенного персонажа. Показать, рассказать, чтобы можно было смело бегать по всем этим локациям. Поэтому все. Ставим лайки, подписываемся на канал, ну, конечно же, комментируем и советуем этот видеоролик своим друзьяшкам. Всем пока. Пока.